Нет, это не правовое государство. Не правовое держава. Это не правовое государство. Всем привет. Давно у нас не было трешечка. А все любят трешечок. Ну вот вам трешечок. Что там, красная мигалка? Поехали, поехали. Тут нельзя останавливаться. Не-не-не, проедь, чтобы без... Останавливайся без нарушений. Отъедь от перекрестка. Закрывай. Не, открой, открой чуть-чуть. Я инспектор портовной полиции. Моя фамилия Алексеев Александр. Поважаю про то, что ведется видеофиксация. Вы порушили право дорожной руку. Представляете, пожалуйста, ваше посвящение водея. Талон регистрации транспортного засоба и страховой полис. Водей, вы меня чуете? Суть скояния правопорушения, Алексей. Суть скояния правопорушения, то, что вы не пристегнуты ремнями безпеки. Это есть правопорушение административное. Такой же пассажир не пристегнутый. Могу, чтобы не... Я вас разумею. Представляете, пожалуйста, ваше посвящение водея, то он регистрации транспортного засоба и страховой полис. Своей нового пола порушения. Водей, вы меня чуете? Да. Представляете, пожалуйста. Дивите, шановный. Александр, да, вы сказали? Да. Дивите. Для того, чтобы проверить документы, нужна необходимая подстава. Так. Законная. Законная, так. Законная. Ага. Вы можете ознайомить водителя. Я водителя ознайомил с законной подставой. А сейчас я требую. У вас это зафиксировано? Зафиксировано на камеру то, что я попереджал, что ведется видеофиксация. То, что вы попереджали, это зафиксировано. Також то, что вы снимаете, вы можете перемонтать свое видео и побачить, что вы не отстебливались, а вы были не пристебнуты. Когда я буду смотреть видео, я перемонтаю. Перемонтайте, пожалуйста, подивите. У вас есть? Есть. Давайте ознайомите. Я вас ознайомил, но ничего не буду. Водителя, нет. На официальный запись. Официальный запись. Водителя. Управление патрульной полиции. Это вам есть официальный запись. Меня знакомо. Официальный лист. Водитель, пожалуйста, подивите посвящение водителя и администрацию страховой полиции. Або документ, который свидетельствует вашу особу. Олександр, смотрите. Вы сказали водителю, что он порушил. То есть вы его уже извинувачили. Так? Когда я буду выносить постанову, тогда я буду принимать решение. Какие постановы вы пока не будете выносить. Вы уже извинували водителя в том, что он порушил. Так. То есть вы уже приняли решение по справе. Мы еще не принимали. Так я понимаю. Принимать решение мы будем тогда, когда мы объявим розгляд справи. В данном случае мы розгляд справи не разговариваем, а требуем посвящение водителя. Давайте, смотрите. Для того, чтобы водитель вам надал документы, потребна подстава. Подставою является что? Фух, разговор не о чем. Водитель, представьте, документы, засоверяющие вашу личность. Я помилую. Олександр, подстава для... Водитель, документы, засоверяющие вашу личность. Олександр, я буду спілкуваться с вами. А я за вами не буду спілкуватися. Само представитель. Вот и все. Договер где? Де договер? Договер предъявите, пожалуйста. То, что это ваш представник, я. Что вам требует предъявить? Договер укладенный с водителем. Это цивильный отношение. Ну и что? Административный кодекс. Який административный? Ну и что там? Вы есть фаховец в галузе права? Ну да. Что значит? Ну да. Да, давайте я буду фаховец. Придъявите, пожалуйста, диплом, потому что вы фаховец. Кроме того, я выполню редакционное завдание. Придъявите, пожалуйста, диплом, что вы фаховцем в данной галузе. А згідно чого? Згідно закону. Якого? Про адвокатскую. Про адвокатів. Я не адвокатом, я фаховцем. Ось, в административного кодексу, придъявите, будь ласка, что вы фаховец. Придъявите, что вы фаховец. Придъявите. Придъявите. Давайте документы. Водій. Документы давайте, скажу. Якие вам документы давать? Ну, какие у вас есть? Там, свидетельство про одружение, может? Не надам. Не надам. Про народжение. Не надам. Ви відмовляю? Відмовляю, да. Я вам відмовляю. Томар жетона, скажите. Я вам відмовляю. 0, 0, 0, 6, 9, 6, 1. Так. Так? Так. Ваша фамилия, имя по-батькові. Я, коли запинял транспортацію, я представлялся. Ви сказали фамилию і имя. Имя, да. Цього достатньо. По-батькові. Цього достатньо. Водій, будь ласка, придявіть. По свідченому делу, то воно ретанспорту засобу, або страховий полис. Або документ за... Або документ, який засвідчує вашу особу. Давайте ми вам покажем тільки страховий полис. Вам підходи такі? Александр. Один. Все, давайте, що там. Да-да, нет-нет, ми поехали. Олександр, не молчите. Ви що, зживали сьогодні? Скажіть, будь ласка. Олександр, я до вас звертаюся. Олександр. Водій. Документ, засвідчуючи вашу особистість. Я вам наголошую. Якщо ви не виконуєте мої законні вимоги, ви будете затримані. Згідно статті 185-ї здійснене покора співробітнику поліції. Я вас офіційно, я вас офіційно попереджаю про це. Покора в чому? Ви будете затримані за застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів, кайданки. Уберіте руху від автомобіля. Це не ваше субстаність. Я вас попередую. Я хочу переговорити со своєм. Добре, добре, розмовляйте. Ми так і будемо стояти? Или мені звідти на 102? Звоніть на 102, якщо вам це поможуть. Я думаю, вам поможуть. Водій, я вам даю час для обдумування. Ви будете затримані за застосуванням фізичної сили. Якщо вони під'являть, то ваше документі. Братик, ми це на вызов. Немножко затягнемся. Нам комусь на металуров надо поможуть. Давидов. Доброго дня, Анна. А, це вже місто Дніпро, вулиця Докучаєва, будинок 33. Так, це багато квартирів. На вулицю, на вулицю. Трапилось саме те, що безпідставно зупинили люди у формі поліції. Правда, з жетонами. Але на вимогу пред'явити документи, посвідчення своє, вони відмовили в цьому. Поки нічого не складають, але вони не можуть, ну, не пред'являють документи, посвідчення своє. Я взагалі не розумію, що це за люди, вони схожі на поліціянтів, але я не можу усвідчитися в цьому. В формі, на виті, жетон, на авто. Так, можу звичайно. Зараз. Стекло, смотрий, щоб заскрив. І заблокували автомобіль. Відідіть, будь ласка. Не дає можливості сісти в автомобіль. Ну, я вийшов, щоб номера подивитися. Ще раз. Автомобіль Жигули. Ось номер. Олександр, Елена, 2,8,6,1. Все нормально. Все нормально. А в чем дело? Причина останути. А ви хто такий? Жена. Чья жена? Его. Ну, все. А ви не задержанного, видите? Все нормально. Шо по поводу чему? Он не задержан. А машина? Машина пока мезда. А вы какое отношение к машине? Я на них домой actually failу. Що що? Я на них домой поеду. Ну, возможно поеду, возможно нет. Возможно, верно? Возможно нет. А на якому основані вообще задержан? Ну, я всё рассказал водителю. Я водителю всё рассказал. Что вы ещё хотите? Я, например, тож вже видела, как вы стартанули злады. Ну, і що? Ну, увидели. Из-за того, що вони з магазинаю? Нет, то что водителя нарушил право дорожного движения. Тут нечего нарушать. Ну это вы так считаете? Я так не считаю, вы же водитель. А? Тут же водитель, я так считаю. Ну а я считаю, что водителя нарушил. А что вы скачиваете? Ну это мое личное дело. Скачите возле своей. Поскачиваем возле своей. Возле своей скачиваете. Сначала возле этой, потом возле своей. Сначала возле этой, потом возле своей. А то сейчас позвоните в министерство. Позвоните в министерство, звоните, я жду звоночка с министерством. А? Едут еще пару ваших статей. Хорошо. будет разбираться ваши конкретные. Хорошо, пускай разбираться, вообще. Так любите себя, будьте любезны. Что-что? И будьте ласково дать иметь телефон. В рамках правовых норм. Хорошо, мы ведем в рамках правовых норм. Увидите. Пожалуйста. Спасибо. Так, номер, за какого я телефон. А, так, так, так. Я выбираю, я вымочаюсь. Так, так. Мы надали номер. Так, так, так. Сейчас хвылиночку. Паша, есть личка? Запиши номер. А, вот уже полиция, кстати, приехала. Я думаю, что уже не треба. Это другая. Говори нам. Андрюха, говори нам. Вы будете сейчас затриманы. Застояние физической силы специальных средств. Кайданки. Если вы не нададите документ, достоверяющий вашу личность. Также машина будет эвакуирована. Паспорт подходит. Паспорт подходит. Паспорт подходит. Вы будете писать. Будем, будем писать. Будем. С одной стороны. Ну и я жду. Вот. Фамилия, имя по-батькови. Есть? Есть. Для полного ознайомления. Для полного ознайомления. С машины! Вы задержаны! С машины вы задержаны! Руки назад! Руки назад, Гаврию! Ты тебе полный разбил! Кто разбил этот разбил? Покалывайся! Ты тебе полный разбил! Кто тебе разбил этот разбил? Почему это машина? Да ладно! Вы делайте! Бросьте! Бросьте! Я не берусь! Я не берусь! Это вы меня! Это вы меня, во-первых! Машину! Контроль! С фотоаппаратурой пошли! Есть, да, паспорт? Нельзя! Нельзя фотографировать! Нельзя фотографировать! Сюда права! Давай, Кирилл! Мы фотографировали, пускай будут! Вас все видели! Права сюда! Права сюда! Ну что ж, бывает даже! О, я знаю на какого! Вот и есть! Что там еще у нас? Так! Ты что тут ладишь? А я здесь живу! Смотрите, что делает полиция! Что вы делаете? Смотрите, что делает полиция! Что вы делаете? Он выбирает меня, забирает ключи! С машины быстро! Я не буду выходить! На основании чего? На основании чего? Смотрите! Вниз! Вниз! Огорожка! Телефон мне отдай! Отдай мне телефон! Телефон! Телефон сказала! Открой! Отдай телефон! Я снимаю тофи! Телефон отдай! Телефон сказала! Отдай! Сейчас! И еще надо пачки забрать Одень! Руку за спину! Руку! За спину! Руку! Руку за спину! Руку за спину! Руку за спину! Пиши, 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 пиши. Давай, бля, кто ты? Документы представлю. Вытаскивай. Сейчас вытащи. А кому знаешь, что позвонить? Кто над ними вышел? Да на 102 позвони, бля, скажи, что, бля, понаехал этих пидорасов, сука, никто, бля, не может, сука, ромсы собрать. Так, его надо увозить. Давай я пересажу туда водителя к вам, а его заберу. О, шесть. Ты скажешь, что, мне не считаешься, что будет. Что, тут находиться уже, ну... Добрый день, девушка. У вас превышение полномочий трех ваших экипажей. Четыре. Можно, пожалуйста, кого-то выше их, чтобы разобрались ситуации? Днепропетровский. Сосох, пускай следствию на оперативную. Адрес. Миша, забери, меня запишите... Андрюша, адрес. Все, Стас, забирайте его. Докучаева 33. В райдел. Какой? Земля Оленьки. У кого выше полномочий, у которых есть. Они просто бьют людей. Ваши патрульные. Земля Оленьки, значит, Ленинский, да. Да, да. С травмами, да. Патруль номер. Вам машины или их значки? Давайте, называем. Все, на Ленинка. Он назовем его. Номер авто. 0-0, пиши. 38-53. Пиши, 3-0-6-9-6-1, блядь. Жетон. В райдел, да. Да, если что, я приеду, потом все вставлю, если не будете вставлять. На него 168, 260, 263, 165. Да, я сейчас просто разберусь с машиной, машину на эвакуацию и с водителем еще надо разобраться. Да. И наручники. Что скажи, что отделили наручники. Сходим хорошо. А? Паша, да. Паша, да. Паша, да. Паша, да. Паша, да. А потому что, блядь, это не пропустим. Документы есть? Вот. Ага. Цего есть на Ленин-102? Да. Водилы. Раз, два, три. 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 Сейчас. Чего мы имеем в сухом остатке. На водителя было составлено 185-я статья «Злостное неповиновение». За то, что он не предъявил документы. То есть 126-я по факту. Почему я не давал никаких комментариев в течение всего видео? потому что я считаю, что не нужно вообще никак оценивать с юридической точки зрения действия полицейского, который вместо 126 составляет 185. Это у нас признак профнепригодности, а зачем давать какую-то правовую оценку действиям профнепригодного полицейского? Не знаю. Понятное дело, 185 это встать в суде, потом, конечно же, рассыпалось, потому что, ну, потому что, потому что это не 185, нет там состава 185. Еще вы увидели, как задержали пассажира в итоге, и что на него составили тоже 185, представляете? Я читаю протокол, а там вот написано, что якобы вот этот пассажир сел в автомобиль, который ему не принадлежит, чем, в общем-то, совершил правонарушение по статье 185. То есть, если вы присели в чужой автомобиль, это 185. Знайте на будущее. Ну, на самом деле это не так, просто я же говорю, ну, профнепригодный, просто полицейский, да и вся вот эта его компания. И давать им правовую оценку должен не я, а Госбюро расследований в рамках уголовного производства. Ну, и я молчу уже там про все вот эти вот проникновения. Видно, как телефон забрали, там в телефоне кто-то сразу начал клацать, видео, наверное, удаляли, да? То есть, ну, вот какой смысл? Их там сколько? Четыре человека было, два патруля. Вот они понавыдумывали, побили людей, одного, получается, повозили вообще там лицом в грязи, составили две левых, два левых протокола по 185, которые в итоге рассыпались в суде. В итоге правонарушения нет, а беспредел есть. Я не доверяю национальной полиции. И вот почему я вам только что еще раз показал. И так, небо, мы живем взагали в державе, яка и не правова, и не держава.